Ребят, всем привет! Это новая серия Стилов Дейли, с вами Серега Стилов. И эта серия будет про путешествия, о том, как мы съездили в Москву, что там делали и что там купили. А мы начинаем этот видос. Приятного просмотра, приятного аппетита для тех, кто сейчас перекусывает. Погнали! Время у нас 5 утра, и мы с Ксушей на вокзале. И сейчас отправляемся в Москву. Поспали совсем немножечко, и по плану у нас сегодня акция от Континенталя. Опять встречаем победителя, и вместе с ним проводим время. Ну, здравствуй, снова Москва. Поспали с Ксушей в поезде. В принципе, даже выспались. Доехали до шинного центра. В этот раз он называется «На колесах». Одел уже жилетку «Континенталь». А это у нас сегодняшний победитель. Представься. Я Александр. Поздравляю тебя, что выиграл. Александр в этот раз меня знает. Видел мои бложики некоторые, видел мой инстаграмчик. Это, конечно, приятно. Да, да, да. Ты сказал, что ты из Подмосковья, да? Да. В принципе, за часик сюда добрался. За часик добрался, нормально. Прошли тут съемочки, прошли фотосессии, пообщались с победителем. Сделали небольшое интервью для внутреннего материала. Опять ренджа этого пригнали. Сегодня здесь еще присутствует второй блогер. Это Елена Лиса рулит. Приехал на своей Тесле. У нее тут машина расклеена вся так. YouTube. Лиса рулит. Может быть, и мне на моей машине написать? Сергей Стилов. Подписывайтесь. YouTube. Зацените, у Теслы два суппорта сзади. Я такого еще на гражданских тачках не видел. Как будто для гидроручника. Ну и, конечно же, когда вы купили новые покрышки, то всегда выбирайте качественный сервис для шиномонтажа. Вот как раз на колесах является одним из таких сервисов. Если вы, например, покупаете покрышки Continental, то вам здесь делают бесплатную шинку и расширенную гарантию. Что немаловажно. Ну, вон он, смотри. Видишь? А мы добрались до полигона Егор Лендровер. В прошлый раз я тоже тут был. Сейчас вот перекусили немножечко. И пойдем снимать, как победитель Александр тестит ягуары на шинах Continental, конечно же. Только что для него был брифинг. Я думаю, он все прослушал. Я на брифинг в этот раз не ходил, потому что в прошлый раз все послушал. Я хотел вам вот что показать. Тут стоит кузов ягуара. Дрифтер, я бы сказал, это заготовка под корч. Сейчас пойдем вот туда, на полигон. Посмотрим поближе. Тест на тормоза. Я сел к Саше в салон. Он сейчас расскажет свои эмоции, потому что ездит он под руководством инструктора. Динамика потрясающая. Держак потрясающий. Вообще машина супер. Слушай, я видел, что вы там боком проходили даже чуть-чуть. Боком, да, было, проходили. Я как бы офигел, потому что мне в прошлый раз сказали, что боком они не умеют. Но я реально видел, как они боком. Я даже побежал к вам, но вы уже потом тестили там ускорение и торможение. Как ты узнал вообще об этом конкурсе? Как ты поучаствовал? Голосовал на премии Автогода. Перешел по ссылке Континенталь. Ответил на вопросы. На днях мне позвонили, сказали, что я выиграл. Круто. Жалко, что не через мой блог. Ну ладно, ты пару серий сказал, что смотрел. Да, смотрел. Это приятно, это приятно, спасибо. Ну что, я тебе желаю сейчас дальше клево покататься, получить эмоции. Я видел, когда после первого ускорения ты подъехал, это реально улыбка на лице, реальный кайф. Ну, машина крутая. Да, машина крутая, да. Теперь фотосессия около этого F-Type. Кстати, тот 5 литров, этот 3 литра. Сережа просил снять что-нибудь. Вот что-нибудь. Вот и закончился наш тест-драйв. Это был третий, заключительный, победитель на этот раз. Александру очень понравилось, он затестил несколько автомобилей. Мы тут с Ксюшей погуляли, посмотрели на это все, побили еще раз кофе. Короче, хорошо провели время. Ну и Александру очень понравилось, конечно же, все тут. В принципе, не может не понравиться, потому что автомобили интересные, автомобили мощные. Ну и, конечно же, если хотите хорошего зацепа, переходите по стилочке в описании. А у нас следующий день в Москве. И мы остались здесь не просто так с Ксюшей. Будем делать сейчас одно из самых, наверное, важных дел за последнее время. Которое планировалось. Я даже немножко волнуюсь, если честно. Ксюша это, кстати, чувствует. Прям спросил, ты что волнуешься. Ну не то, что прям как-то волнуюсь, как бы все нормально. Но все равно покупка ответственная. А покупка тундры, наверное, как вы увидели по превью. А если вы не увидели превью, значит что-то не получилось. Вот, потому что выбирал я ее долго. Выбирал не в Питере, потому что в Питере вариантов не было по многим городам. Я думаю, чуть позже расскажу вообще, где вы смотрели, какие варианты и что бы мне в них не устроило. Но устроил меня один вариант в Москве, который я ждал тоже две недели. Потому что там человек был за границей. И надо было именно у владельца покупать машину. Потому что все-таки покупка большая. И не хотелось там через его ответственных людей делать, как он предлагал. Подбирать машину мне помогли ребята из автоподбора. АМК называются они. Как-то давно он мне писал еще на почту. Хотел заказать рекламу в сторис. Рассказал про свой автоподбор. Мы что-то договорились, но у нас немного не сложилось. Там у него бюджета что ли не было или что-то такое. У меня остался этот контакт. И я вспомнил про него и подумал, а почему нет в Москве? И воспользоваться их услугами. И если все получится, то, конечно же, сделаю им рекламу. И чтобы вы, мои подписчики, обращались в этот автоподбор. Ну, как вариант. Мы, значит, с ним связались. Я показал ему вариант, который меня интересует. Который надо посмотреть. Он чуть ли не на следующий день уже съездил. Посмотрел. Отправил много фоток, свои комментарии по машине. Короче, сейчас по-быстрому. Все подошло. Все устраивает. Машина реально хорошая. Реально то, что я искал. В той комплектации, которая и надо. И вот, наконец-то, сейчас мы приехали на адрес, чтобы ее посмотреть. И если все хорошо, купить. Сейчас дожидаюсь Никиту, потому что он ведет эту сделку до конца. И мы пойдем к владельцу. Я посмотрю еще раз тачку. Если честно, хотел с супертрезвой головой подойти к покупке. Знаете, не так, что на первую попавшуюся там сразу клевать. Все, все, хочу, хочу. Как у меня это часто бывает. Поэтому сейчас вот держусь. Эмоции все в себе. Мне просто не очень разрешили снимать. Ребята, которые продавали машину, сказали, что не хотят. Вот, поэтому, конечно же, тревожить не будем. Но из салона поснимаем. Потому что сейчас пошли отпечатать договор уже. Ксюша тут сидит, кайфует, осваивается. Я пообщался полностью. Приехал вот Никита с автоподбора. Тоже нам все помог. Заполнил документы все. Еще раз там мне все рассказал. Ну, пообщался с владельцем тоже. Там мужик такой серьезный. У него несколько пикапов, несколько тачек вообще. Рассказал все о ней. Машина крутая. Единственное, что не помыта она вся в пыли. Вот. Но это ничего страшного. Тачка просто крутая. У меня сейчас все эмоции как бы вырываются. Но я даже не могу их настолько описать, что все же тут какой-то потерянный. Сейчас в ней как раз. Зацените. Тундра. 14-го года. В комплектации 1794. Это самая жирная комплектация у них. Эту машину обслуживал Олег из сервиса Тундра 4х4 или 6х6. Гляну. Какой-то, видимо, очень знаменитый человек в Москве по Тундрам. Владелец говорил, что все у него делалось. Все всегда вовремя. Все допы ставились качественно. Это, конечно, приятно. Да и, в принципе, по салону видно, что машина вся очень ухоженная. Нигде не грязная, не затоптана. Машина сама коричневого цвета. И салон тут такой тоже бежевый. Бежевый, да. Цвет пальто, кстати. Цвет практически. Ничего, отмоем. На котором нашими тряпочками. За детали. Надо сразу ее будет на полировку, потому что она таких от тряпок видно, чтобы прям была как новенькая. Но она и так в очень хорошем состоянии. И пробег у нее самое важное. 60 тысяч километров всего лишь с 2004 года. Пробег оригинальный. Ну, потом я все вам подробнее расскажу про это. Все, покупка совершена. Как-то резко, да, скажите, все произошло? Из-за того, что не разрешили снимать толком. Было много разговоров. Где-то реально на 2 часа. Видео не получилось. Но в любом случае я сниму еще вам внешний вид ее. Сейчас мы едем на мойку с ребятами с автоподбора. Нашли тут ближайшую мойку. Помоем машину, потому что она вся в пыли. Сразу сел. Хорошо, что, кстати, катался на Lexus Elkino. Это дало мне скиллы катания на больших машинах. Потому что, ну, она не кажется, что она больше Lexus. А этого кажется, как будто она такая же. Ну, к тормозам сейчас привыкну, они такие плавненькие. А в целом, ну, нормально все. Мне сказал бы, что я еду на каком-то автобусе. Ну, еду и еду. Еще, конечно, я не совершал маневры никакие. А резки. Не перестраивался и резко не гонял. Но я вижу, что, да, сзади кузов смотрится что-то длинный. Про разговоры у бывшего владелец ее мне очень понравилось. То есть, ну, реально за машиной ухаживал. И когда я положил колесо в салон, потому что одно не влезало, но в итоге оно влезло, мы положили ящик туда. Вот такой, такого она еще не видала, колесо в салон. Салончик реально очень ухоженный, прям все чистенькое. Ну, здесь есть некоторые детали, можно почистить его. Но сзади вообще все в идеале. Теперь она повидает не только колесо в салоне, а еще кучу всего. Да, точно. Пригнали тундру на мойку. Вот так она выглядит, вам еще не показывал. Шоколадно-коричневого цвета. 1794 комплектация. Пороги в Line X. Кузов тоже в Line X. Вот такая крышка. Диски стоковые. Но это ненадолго. В целом машина выглядит так. Ух, я так рад покупке. Вообще очень рад покупке. И еще, конечно же, отдельное хочу сказать спасибо вот этим парням. Они мне помогали. Они из автоподбора АМКар. Это конкретно их компания. Вот, Никита. Это же твоя компания? Да. Лично мне выбирал машину здесь в Москве. Причем у них филиал есть и в Москве, и в Питере. Стилочку, конечно же, оставлю в описании. И расскажу вам чуть даже попозже, почему я именно обратился в автоподбор. Хотя в машинах, в принципе, я разбираюсь, сами знаете. Но здесь самое главное было, это, конечно же, покупка не в моем городе. Нужен был ответственный человек, который здесь посмотрит интересующий меня вариант. Так-то, в принципе, вы можете искать-то машину, если просто у вас есть задача найти там Ford Focus 2. И все, и ищете, и подбираете. У меня была уже конкретная задача с Tundra. Конкретно вот эту машину хорошо надо было посмотреть со всеми нюансами, с проверками. Проверка по пробегу, по кузову. Ребята мне прислали полный отчет вообще по телеграмму. Ну, все было написано, что как, то, что пробег оригинальный, какие есть там недочеты по кузову, косячки. Короче, отчетом реально был доволен. И поэтому я сказал, конечно же, я вам сделаю там рекламу, какую хотите. Ну, посоветую в любом случае подписчикам, что... Ну, вот я проверил этот автоподбор, работает Москва, Питер. Особенно удобно, мне кажется, если вы там из Питера или из другого города и покупаете, например, в Москве машину, нежели чем самому ехать, можно сначала ребята ее хорошо посмотрят. Конечно же, я когда подошел к ней, ее еще раз все посмотрел, документы посмотрел. Но я уже знал, на что я иду, а не ехал на сюрприз, приехав в Москву. Поэтому в этом плане автоподбор очень хорошая штука. Потому что мне до этого помогали в Краснодаре смотреть Тундру одну, посмотрели, у меня там кое-какие нюансы были, не устроили меня. Смотрели Тундру в Красноярске. Да, прикиньте, в Красноярске тоже не очень подошло. И вот в Москве вот эта машина то, что надо. Поэтому вообще большое спасибо. Сопроводили, кстати, полностью сделку всю. То есть начали вообще с осмотра машины, да, сколько это было, две недели назад. Пока дождались мы владельца, пока он прилетит в Москву. Проверили владельца. И сопроводили полностью сделку. Все документы составили, до самого банка сопроводили, где мы сделали все дела и вот купил машину. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, мои подписчики будут к вам обращаться. Вот мне очень помогли. И хорошо, что ты когда-то мне написал на почту, Серега, давай там посотрудничай. Реально в тему получилось. Ребят нашел и такой, да, точно, у меня же были ребята. Мы уехали с той мойки, потому что там очень долго ждать. Решили заехать просто на саму моечку. Тем более она вся в пыли. Приятно, когда заехал на мойку. Здесь сразу морчок 90-й. С ребятами поздоровался. Сказали, только сегодня мы влог смотрели. Отмыл машину, но все равно осталась пена. Такие большие тачки надо привыкать, конечно, мыть. Ну, видок бомба. Реально крутой. Ну, она пока на стоковых колесах, как я говорил. Сзади, кстати, пневма. Ладно, обзор попозже устроим. Сейчас перекусим в Магдаке и поедем в Питер. Выехали на платную дорогу. До Питера написано 730 километров. Ну, машина кайфовая идет. Вот сейчас едем где-то 130. Очень так легко. Не напрягаясь вообще. Заправил сейчас полный бак. Здесь, кстати, стоит тюнинг и бак увеличенной емкости на 200 литров. Прикиньте, я сейчас заправил 90 литров. Это вышло в 4000 рублей. Идет с второго. А так, получается, можно и на все 8000 заправиться. Как тебе такая заправка, Ксюша? Нормально. Здесь еще, из-за того, что это полная комплектация, ну, помимо подогрева сидений, есть еще вентиляция сидений. Это люксово. Это прям как уилкиново Лексус тогда. Я не думал, что здесь есть вентиляция. Уставочки под дерево. Пока тут едем, обнаружили небольшой какой-то косячок, скажем так. Все время зависает мультимедиа. То есть подключаешь телефон, и она может зависнуть. И не реагирует на нажатие. Здесь экран сенсорный. Ну, и на кнопки тоже. Поэтому приходится перезагружать ее. Надо будет перепрошить, а может быть вообще сделать там какие-то топы в мультимедии. Я видел сейчас. Делают ребята. Так непривычно заправлять 92-м. До Питера еще 180 км. Откатали целый бак. Ну, получается, 90 литров или даже 100. По словам бывшего владельца, там еще 100 литров должно быть. Но как-то на самом минимуме ехать стрёмно. Поэтому заправлю еще. Не, ну я знал, к чему готовиться. Что 5,7, он как бы понятно, что не воздухом будет питаться. Проезжаем автодром. Это значит уже дом близко. Ну, все. Мы доехали до дома. В принципе, эти 730 км прошли очень быстро. Совсем не устал. Очень комфортно. Тачка зачетная. Ехали всю дорогу примерно 160-170 по платной. Вообще кайфово идет. Никаких проблем. Машина мне очень нравится. И Ксюша тоже в восторге. Очень комфортно. Да, скорость вообще не чувствуется на такой тачке. Ну и разгоняется она, в принципе, очень так неплохо. Это следующий день, и я еду в своих гаражах. Доехал от дома на тундре кайфово вообще. Ну, в потоке ехал. Ну да, большая тачка. Не сказал бы, что есть какие-то неудобства. В принципе, практически ничем не отличается от Elkino Lexus. Вот то, что я гонял. Мне уже хочется, на самом деле, для вас снять обзорчик. Я думаю, конечно, не в этом ролике, но в следующем точно. Вообще, какая комплектация, что она значит. Она выше меня. Она выше всех, наверное, в потоке. С автобусами едешь на одной как бы волне. Ну и, конечно же, самый шик – это кузов. Здесь стоит вот такая крышка. Она очень удобная. Она складывается вот так вот секциями. И здесь у нас зимнюю резину отдали вместе с дисками. Пополнение резины в моем гараже. Мне кажется, пора точно расширяться. Также тут в кузове установлены вот такие брендовые ящики. Туда можно складывать инструмент или что-нибудь такое. Ящики эти вот так крепятся. Очень удобно. Раз – тут копаешься. Еще неплохой ништяк. Я думаю, пикапы вводы меня поймут. Я сам пока в это только урубаюсь. Кузов обработан Line X. Это такое специальное покрытие, которое не портит кузов. Здесь можно его, в принципе, ну, кидать какие-нибудь железки и ничего не царапается. Кто узнал, что это? Сюда выведена подкачка колес. Здесь надо только купить шланг, манометр. И можно подкачивать колеса себе и другим. В машине спрятан компрессор и ресивер. Также выведена проводка на лебедку. Он сказал, что это что-то типа переносной лебедки. Ее можно устанавливать, подключая с ней проводку, и лебедка работает. Также еще пороги обработаны Line X. Я думаю, вы заметили сразу красненький стабилизатор, красненькие тяги. Тоже тюнинг. И здесь еще установлена пневма. Потом вам ее покажу. У нас на этом все. Спасибо, что смотрели этот ролик. Я еду дальше по делам. Вам спасибо за лайки, спасибо за подписки. Надеюсь, вы также порадовались за мою вот эту покупку. Надеюсь, что получится улучшить контент такой тачкой. А именно путешествиями. Путешествиями с машиной за границу. То есть в планах, конечно же, прицеп. И не только за границу, но и по России тоже на всякие мероприятия, ивенты и так далее. Для дальнейших, так сказать, клевых видеороликов. Она была куплена прежде всего. Ну и для, конечно же, чтобы перемещать все запчасти, колеса и так далее. Ну помните, у меня были проблемы с тем, что я все время все пихал в салон. И мне нужен был бы кузов. Конечно же, подробный обзор тачки вы увидите в следующих роликах. Какие тут есть ништяки, какая это комплектация. Спасибо вам большое, что смотрели. С вами был Серега Стилов. Всем пока!